итак внимание друзья очередное видео позвонил покупатель говорит надо два отводка перед этим я поймал маленький райок сыпал сюда мы снимали это видео можете посмотреть маленький райок что я сделал у меня была хорошая семья я с нее вытащил 4 рамочки 3 рамочки с расплодом и с медом дополнил этого райка здесь в этом райку есть летная пчела вот сейчас проверим что здесь есть переставим в этот я у я улик это привез покупатель улик американец вот это он так вот устроены сеточка внутри видите насквозь просвечивается вот это литок закрывается временно вот потом переставляется хозяин как хочет так и делает это прокладочка которая дает не давит пчел здесь немножко выступ на 10 миллиметров получается от высоты рамок но это крышка ну что есть то есть что мы делаем сейчас я покажу что получилось с этого райка которыми поймали маленький вот и что мы сейчас сделаем значит от хорошей семьи я взял хорошие рамки с расплодом составил до этого райка вместе с пчелами летная пчела у вчера вылетела и сегодня вылетела осталось нелетная проверим что осталось как раз на отвода как я говорю можем добавить итак сейчас временно снимаем это ставим этот сюда покупатель сказал приедет через несколько дней вот то мы временно снимаем временно ставим другую сторону вот ставим на это место покупателя улик покупателя улик ставим на это место поставили временно закрываем можем открыть не играет роли вот вот так вот открываем временно сюда леток будет проходить пчела здесь сеточка воздуха им хватит вот пожалуйста ну а теперь переставляем туда те рамочки которые нужны это рамочки добавочные у меня стоят тут немножко на опрыска я их оставлю дома а пчел струшу потому что мы договаривались на 5 рамочек эта рамочка пластиковая вот было но не немножко оттянули но не хотят тянуть потому что взяток прекратился и это им сейчас нет надобности а это сотов с напряжком стоит здесь ну как вспомогательная так сказать кроющая а теперь мы вот эти пять рамочек я им собираюсь продать час я покажу что я продаю покупателю вот пожалуйста посмотрите это у нас тут а пыльца на преск медок пыльца на преск медок все все здесь у нас вот так сказать то что нужно крак рамочка кроющая боковая будет потом идет рамочка с расплодом закрытым пожалуйста посмотрите какой расплод вот пожалуйста видите расплод какой качественный полностью почти от бруска до бруска засеяно вот и вот с этой стороны посмотрите видите хороший расплодик прекрасный от бруска до брусочка дотягивает ну то что нужно покупателю чтобы была пчелка как говорится этот расплод выйдет в течение двенадцати дней если считать что вчера его запечатали вот это рамочка с открытым с яичками это райок был у меня он так сказать уже начала сеять она вот здесь вот так напрочь идет центр она засевает райок был на плодную матку так что вот они тут греют его уже маленькие червячочки появились а и так тут не видно не видно темно вот но видно то что напрочь по кругу сейчас посмотрим маточку диана маточка ее нельзя брать потому что это процесс развития идет семьи вот эта рамочка у нас уже хорошим открытым расплодом и закрытым вот смотрим где тут маточка она должна быть здесь вот она маточка видите и яичка уже торчит сзади они ее лежат это роевая маточка эту рамочку я маточку вот она вот она вот я по указываю вот она вещь вот он вот вот она маточка а она летела поэтому ей сократили яйцекладку она похудела вот как видите эту рамочка с червячками с расплодиком вот тут видно полностью расплод выходит по бокам еще остался не вышел вот маточка вот они ее обступили лежит значит восприняли хорошо вчера я поставил рамочки в жару воспринимают хорошо а если вы еще есть взяток то вообще прекрасно никто никого не обижает и с этой стороны червячки он большие мелкие здесь пчела выходит а середка была засеяна так сказать и так третья рамочка третья рамочка с расплодом 1 с большая с печатным 1 маленькая и это уже расплод открыты и вот четвертая рамочка с расплодом пожалуйста посмотрите и я думаю что любой покупатель и обустроила 5 рамочек таким расплодом у нас договор был четыре рамочки с расплодом нормально развитие семьи это сегодня 29 июля 2017 год ну захотел в это время купить говорит я их подкормлю сахарком еще сахарным сиропом и буду будет все нормально к зиме и так вот этот отводочек так вот стоит раз два три середки две рамочки с открытым расплодом потом идет закрытым 2 закрытым 2 с открытым и того 4 и рамочка медовая этих рамки мы будем забирать временно стоять для кроющая а просто чтобы они поддерживали жизнедеятельность этой семьи покупатель когда купит этих чел он естественно мы струсим чел здесь наживем гвоздиками чтобы эти рамки не съехали и естественно здесь закроем литок вот так вот и крышку накроем накроем вот так крышечку под низ он заберет ящик это поставить себе на трочок и везет вот это будет закрыта наживленной и ни одна пчела не вылетит вентиляция в них идет снизу сейчас и мне пожалуйста пусть летают вот так открыто через ли током хватит вентиляции полно и так вот такой отводочек 130 долларов и договор можно меньше можно больше ну как как договориться с человеком среднем 130 125 я с ним договорился два две семьи сделаем у 125 вот одну семья уже мне готова вторую буду делать сейчас с другого улика и так друзья и очередной очередной хочу сделать вот и очередной 2 у меня от водочек который попросил человек купить я думаю с этой семьи у меня хороший получится от водочек это мы сейчас поглядим что можно тут взять второй корпус снимаем и так маточку я своевременно здесь же вперед отставил вот она мне маточка стоит здесь я ее оставлю себе а сюда пущу другую маточку с нуклюса через два часа где тут моя маточка бегает сейчас я пригляжусь где она сбежала красавица 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 ты куда сбежала здесь она читная на с этой стороны вот она вот она маточка красавица бегать видите да вот она побежала эта рамочка немножко трудного расплода смысле трудневые соты здесь я хочу оставить себе потому что мне нужны трудни всегда будут для вывода маток и с этой стороны у ней крупные трудневые соты и матка даже не засеяла их вот эта вся эре трудни высоты то поэтому я покупателю не хочу отдавать такую рамочку маточку я оставил себе она мне продолжит сеять дальше сейчас покажем что мы с этой семьи возьмем и так первая рамочка пожалуйста посмотрите что здесь есть засев как видите хорошо засеяно с этой стороны и с и печатные и яички на выходе и пчела вот сверху вот так вот медок идет вот она так вот окантовочка меда это очень хорошо для семьи и пчела на выходе желательно когда покупаете чтобы было побольше печатного расплода видите но не всегда так получается все знают что часть в семье идет с печатным расплодом часть открыты постоянно период двигается это редкий случай когда хорошо получается и с этой стороны вот видите медок запечатаны все нормально значит мы эту рамочку ставим она пойдет для покупателя смотрим следующую рамочку что тут есть на следующей рамочке вот следующая рамочка пожалуйста посмотрите расплодик прекрасный расплодик сплошнячком запечатаны сверху немножко напрыска рамочка не черная светлая рамочка хорошая то было черно это светлая рамочка пожалуйста посмотрите вот расплодик тут яички засеяны вот видите вот это вот чуть-чуть сверху в общем отличная рамочка для развития очень годится в пятнадцатом году я ее поставил я всегда подписываю когда рамочки ставлю какой вот но эта матка больше старалась все черные поэтому и очень трудно заставлять это вот пожалуйста посмотрите засел с этой стороны пчела уже успела выйти вот по краям по краям еще осталось а внутри засеянной яичками я уже просматривал и поэтому заранее говорю что есть там я уже просмотрел гарантирую покупателю что а с этой стороны еще не успела выйти видите уже середочка вышла а вот тут еще сплошнячком сеять это вот медок от сверху засеяны заложены хорошо пчелы достаточно сидит вот и с этой стороны пчел достаточно си и так третья рамочка с расплодиком следующая рамочка пожалуйста посмотрите тоже мне нравится рамочка молоденькая середку она уже запечатала вот пока по бракам по бокам у нее на преск вот засевчик сплошнячком хороший засевчик такую семью можно покупать если я у кого-то брал я с удовольствием покупал такие семи вот так она засеивана засеяна и с этой стороны запечатана и так 4 рамочки засеяно и так пятая рамочка смотрим пятая рамочка должна быть обязательно с медом вот это она и есть с медом у нас друзья смотрите полный медок по краям с пыльцом медово перговое и с этой стороны видите медок сверху и медоперговая пыльца как говорится это кровища рамочка для начала чтобы семья спокойно развивалась и так вот 5 рамочек мы так сказать приготовили человеку значит что он теперь осталось теперь осталось а накрыть вот мы накрываем мы царицу не будем подлазить царицу матку мы поставим позже через два-три часа к вечеру я подсажу сюда матку эту муж когда они немножко почувствуют сиротство я ее тогда подпущу могу клеточки подпустить могу на рамки они посмотрю как они берут если на рамки они не будут игры значит она пойдет и а если будут то можно посмотреть сейчас поглядим для эксперимента могу попробовать сразу пустить матку царицу я сейчас не помню где у меня тут это самое есть царица похоже что здесь ноги тут немаю не помню здесь может быть ну я не не помню что тут за царица было надо глянуть в документы мои что у меня там документа пчела тут есть а царицу я не вижу сейчас я гляну есть она да есть тут царица сейчас погляжу сеет она чине вот она бегает вот она красавица бегать ведь и сейчас я погляжу на солнце сеет она чине да засел очень хороший молоденькая и так здесь они к углам скублились маточка с той стороны ну попробуем ее подпустить напрямую без всяких как говорится получится чине я всегда экспериментирую если получается то хорошо не получается меню тогда берем клеточку и вперед получается обычно в жару принимается хорошо опс посмотрите взял ее пускаю сейчас мы проверим как она будет работать не видно куда поджал а с правой стороны смотри а вот смотрите бегает это я специально посадил ее смотрите на нее никто не накидывается свободно восприняли вот она видите обступили ни одна пчела не накинулась знаете почему летная пчела среди на дня вот она даже заглядывает в ячейки возможно что даже будет и класть яйца вот видите свободно туда головы сует ни одна пчела на нее не накидся все дружелюбно видите очень дружелюбно к ней относятся видите с другого с нуклеуса достал как вы видели посадил это маточка молоденько только что оплодотворилась а вот так что она будет хорошо сеять видите даже даже никаких проблем лижут ее кормят ее и вот ходит она с удовольствием она еще не разогналась а брюшка еще как следует не выросла по той причине она только только оплодотворилась а вот видите свободно лазит без пчел посадил без пчел видите ни одна пчела на нее не накидывается все ее облизывают радуются никаких проблем видите как свободно воспринимают если они вот так свободно восприняли значит все нормально если накидываются сгибаются грызут крылья лапки она сопротивляется значит ее надо посадить подождать время 2-3 часа может даже на следующий день и тогда они почувствуют сиротство и тогда свободно воспринимают ну желательно в клеточку уже тогда посадить смотрите как она работает хорошо никаких проблем не вижу я проблем чтобы на нее кто-то накидывался и так друзья больше эксперимент мучиться не будем видели что она свободно лазит никто ее не грезет ставим на место накрываем вот ставьте лайки подписывайтесь задавайте вопросы что интересного всякий раз можно пробовать экспериментировать самое главное что было среди дня молодая пчела в улику летная пчела летает и молодая пчела запросто воспринимает старые пчеловоды просто берут вот так матку с одного улика из другого поменяли местами и все разговоров нет эта практика у них есть уже как вот у меня практика есть я свободно сажаю не боюсь потому что у меня матки в запасе есть и смотрю как они работают если что-то какая-то проблема я всегда могу заменить знаю как заменить если они грызут поставлю уже в клеточке тогда воспринимает хорошо итак удачи вам подписывайтесь ставьте лайки и так два отводка этот отводок с одной семьи сделал и тот отводок сделал на ройок маленький ройок там матка была просто добавил туда рамочек с расплодом в жару свободно ставится практически не бьются особенно когда есть взяток при взятке никаких проблем или же когда вы кормите сахарным сиропчиком у них у всех одинаковый запах и тогда они свободно друг друга воспринимают самая главная проблема это запах поэтому все пчеловоды которые знают что запах виноват и он производит агрессию со стороны другой семьи делают разные или сплетодеколоном или валерьянкой делают или еще чем-то или мелисой короче придумают чтобы только один запах сделать когда получается один запах тогда свободно воспринимают удачи вам до встречи подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы спасибо за просмотр!